Доброе утро всем! В студии Анашим Бадал, Дмитрий Соловьянов. И у нас сегодня очень яркая, насыщенная тема. Лето будет! Да, летом у ребенка появляется много свободного времени. Я думаю, что все уже с этим столкнулись. 25 мая уже прошло, да. И нужно куда-то его потратить. Энергию, я имею в виду. Так вот, продолжаю, Аня, на спичи. Чем же занять ребенка в этот период? Попробуйте привить ему любовь к театрам. А как это сделать, расскажет наш гость Евгений Вильтовский, член жюри фестиваля профессиональных театров «Сцена-2019». Доброе утро вам! Доброе утро! Евгений, расскажите, пожалуйста, вообще, с какого возраста лучше прививать ту самую любовь к театрам? Я считаю, что сейчас ограничений нет. И что сейчас существуют абсолютно разные форматы для любого возраста. И поэтому есть бэби-театр, есть театр для детей от нуля лет, есть театр классический, который предполагает появление детей на детских спектаклях в возрасте от трех лет, например. А вот не будет такого понимания у ребенка, что всегда будет какое-то развлечение, если они начинают именно с такой, так скажем, постановки, то они всегда будут ждать, что ты придешь в театр, и у тебя будет всегда какое-то развлечение. А когда они уже попадут на взрослый спектакль, им станет скучно. А где эти люди, которые меня будут... Вы знаете, мой личный опыт подсказывает, что очень часто взрослые думают о детях хуже, чем дети, которые выступают в качестве. Я поняла все. Я все поняла. Я впервые оказался в театре в младенчестве. Это было за кулисьей Челебинского оперного театра. Многие спектакли я посмотрел как зритель из кулис, а позже уже в возрасте, по-моему, трех лет я впервые пошел в зрительный зал и увидел спектакли так, как их видят обычные зрители. Но это были взрослые, я так понимаю. Это были взрослые спектакли. И оперу «Снегурочка» я смотрел абсолютно спокойно. Она шла, по-моему, около четырех часов. А вот вопрос такой. Почему все-таки, если мы говорим о любви к театру, нужно прививать ее с детства? Что она развивает у детей? Мне кажется, что прививать любовь не нужно. Нужно показывать хороший спектакль. Да, я неправильно выразился. Привить любовь будет невозможно, если покажут плохой спектакль, который окажет негативное влияние и какой-то отпечаток оставит на всю оставшуюся жизнь. Евгений, кстати говоря, о плохих спектаклях. Вот смотрите, когда ты ходишь с ребенком вместе вообще, в принципе, на спектакль, после этого, я думаю, что родитель обязан поговорить с ребенком вообще о том, что они увидели, правильно? Мне кажется, что есть спектакли, которые не стоит обсуждать после похода на них. Не стоит. И нужно чем-то отвлечь ребенка, сводить на аттракционы, в магазин, еще куда-то, чтобы ребенок скорее забыл об этом. Но узнать его мнение, чтобы он тоже понял, что это плохой спектакль. Мне нужно обязательно поинтересоваться. То есть он должен это выплеснуть. И нужно понять формат, что нравится ребенку, что его привлекает. И даже если те постановки, которые мы как взрослые понимаем, что являются плохими постановками, если они ему нравятся, то, может быть, обратить его внимание на то, чтобы каким-то образом его вкусы изменить. А каким образом? Как это сделать? Вы знаете, я вспоминаю свое детство. Моя мама сделала очень много для того, чтобы привить мне вкус к хорошим постановкам. Это были и Челябинские спектакли, а здесь ставили потрясающие режиссеры. Я вспоминаю, например, спектакли Махарадзе в Тюзи, Челябинском, которые были настолько хороши с собой, что спектакли «Золушка», «Алиса в стране чудес» мы пересматривали по многу раз. И, наверное, сейчас, если бы меня пригласили в качестве режиссера восстановления, в память о великом режиссере, который работал здесь, большую часть спектакля я бы вспомнил просто наизусть по мизансценам. У меня даже мурашки вот так по коже, честно говоря, сейчас вылежали. А у меня мурашки, представьте, на родине и, проходя мимо стен, которые когда-то были настолько дорогие, это любовь не исчезает. Ну, как-то у меня тоже мурашки, когда я здесь. Евгений, а все-таки, если давайте смоделируем такую ситуацию, ребенок конючит, есть такое слово, да? Сопротивляется и не хочет идти в театр, к примеру, да? Что делать? Я думаю, книги, наверное, надо начать. Не ходить в театр, а может быть, начать с просмотра тизеров, рекламных роликов, которые сейчас активно распространяются в интернете. Хотя тоже часто увидишь такое, что ребенок точно в театр не пойдет после этого. Брать за руку, вести, разговаривать и, если не нравится, уходить. Я думаю, еще как совет, можно, наверное, читать литературу, если он заинтересуется, то как раз-таки развивать. Ну, на примере недавно просмотренных спектаклей хочется сказать, что литературу, в принципе, читать бесполезно, потому что авторский стройный язык почему-то в некоторых постановках уходит до абсолютно бытового и... Ну, как-то я даже не знаю, как. Ну, потому что это видение режиссера. Видение режиссера таково, и вкус или его отсутствие таково, что какую бы литературу вы ни прочитали, вы придете на спектакль, и волосы не только у ребенка, но и у вас встанут. Евгений, давайте мы на этом все-таки... А давайте о хорошем? Завершим, завершим. О хорошем мы вас поблагодарим за сегодняшнюю беседу. Спасибо вам огромное, что вы к нам пришли. Очень интересно. Напомним, что у нас сегодня в гостях Евгений Вильтовский, член Чюри фестиваля профессиональных театров сцены 2019. Так что, уважаемые друзья, планируйте такие встречи, посещайте театры, успевайте, ведь совсем скоро у них тоже начнутся каникулы. Да, точно, кстати. Ну, а мы продолжаем. Сейчас узнаем о том, какие планы построили южноуральцы на лето 2019 года. Давайте посмотрим, послушаем. Ну, что-то себе можно на примету тоже взять.